Но вот капитального ремонта трассы Жасказган-Хазлорда жители региона ждут не одно десятилетие. К поэтапной реконструкции ее южной части со стороны Хазлорды приступили еще в 2022. А вот с участком дороги на территории области Улутау возникли проблемы. Ремонтные работы не начали по сей день. Ямы и ухабы, а где-то и полное отсутствие асфальта, ждет автолюбителей, отправившихся в путь по дороге Жасказган-Хазлорда. Трасса не видела капитального ремонта более 40 лет. Тем временем она является одним из стратегически важных направлений. Дорога связывает юг с центром страны. Нынешнее ее состояние значительно снижает объем транспортного трафика и делает регион тупиковым. Ездить по этой трассе приходится часто. Дорога в плохом состоянии. Участок от границы с Казалардинской областью до Жасказгана еле проезжаем. В грязь там многие машины застревают. Хотелось бы, чтобы ремонт наконец сделали. Со стороны Хазлорды ремонт дороги уже ведут. А вот часть трассы ближе к Жасказгану никак не начнут ремонтировать. Хотя там дороги по сути нет. 200 километров проезжаем за 10 часов. Особенно нелегко водителям приходится весенне-осеннюю распутицу. 40 километров дороги грейдер. В период таяния снега и дождей этот участок становится непроходимым. Зачастую преодолеть его удается только с помощью спецтехники. Сейчас ситуация уже более-менее стабильна. Каждый день нам отправляют видео по этой дороге. У нас есть дежурство. Дорога на контроль у нас. Протяженность трассы от Жасказгана до Хазлорды составляет чуть более 400 километров. 208 из них расположены на территории области Улутау. Реконструкцию этого участка собирались начать два года назад. Но повышение стоимости проекта стало причиной затягивания начала ремонта. Были скрытия конвертов по конкурсу 12 октября. Сейчас ждем результаты победителей, подрядчиков. Но там есть определенные свои правила у Азиатского банка. То есть эти деньги, инвестиционные деньги будут финансироваться Азиатским банком. И согласно их требованиям сейчас ведутся работы для заключения с подрядчиками договора. Работы планируют начать во втором полугодии этого года. Предположительно, в мае подрядчики приступят к отводу земли, строительству рабочего городка и объездных путей. Завершить реконструкцию трассы должны до 2027 года.